Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 15 апреля 2020 года. Продолжение серии «Допотопный Сталинград. Третья часть». Благодарю за умный и информативный комментарий к первым двум частям. Очень удивило и обрадовало, что в Сталинграде много следопытов и неравнодушных к настоящей истории жителей. Большинство подтвердили, что под Сталинградом есть постройки, есть подземные этажи зданий, есть даже туннель под рекой Дон, сказали, что говорили дедушки, бабушки. И про пленных немцев тема нашла отклик по многим городам. Да, что немцы пленные были, они там что-то строили, но не в том объеме, который сегодня нам представляет, что все построено этими пленными немцами. И по пленным немцам надо будет делать отдельный репортаж, чтобы поставить точки над «и». Еще раз напоминаю, особенно местным сталинградцам, канал Дмитрия Анисимова, который занимается как раз допотопным Сталинградом. В фильме по допотопной Сарепте, построенной немецкими колонистами, есть сводчатые красно-кирпичные подвалы. Однако подвалы эти, странным образом, один в один, как у нас в Москве под Цедри, дом работников искусства на Кузнецком мосту. Один в один, как подвал на Большой Дмитровке. Это все я показывала в своих работах. Это не то, что я там придумываю, а просто я делаю фильм, и выходит вот эта информация. Потом сопоставляю. Может, немецкие колонисты что-то и строили, имею в виду Сарепту, считается, что немецкие колонисты ее построили, но использовали те стены и те подвалы, которые были до них. Архитектура сводчатых кирпичных подвалов – одна по Руси, от запада до востока. Была она и во времена Ивана Грозного. Официальные историки датируют эти подвалы 17-18 веками. Возможно, они были еще и ранее. Кирпич по размеру тоже разный, там надо смотреть отдельно, исследовать по размеру кирпича. Соответственно, кирпичные строения были и в 15-16 веках. Как раз накануне Екатерининского заселения пустующих земель того же Поволжья, это 17-18 век, датировка официальных историков. Теперь вопрос, а с чего вдруг земли Поволжья стали пустыми? Куда делись жители густонаселенных территорий? И откуда там в Сарепте такие же подвалы, как в центре Москвы? Датировки от Ивана Грозного и в эту романтику с Великой Екатериной II надо будет тоже развенчать. Один из моих фильмов «Разоблачением» — это две серии по Аккае, Белая гора в Крыму, мегаполис, который по приказу Екатерины II был стерт с лица земли, неизвестным оружием, сопоставимым с термоядерным. Смотрите мои доказательства на моем канале. Фильмы «Аккая», «Трагическая судьба Скифии», «Аккая. 18 век». В предыдущей, второй серии, я показывала карту 1706 года, где есть канал «Переволока», и я обнаружила канал «Волгодон» на карте 1706 года. Но я кое-что нашла еще, которые сюрпризами окажутся даже для местных следопытов, я полагаю. Вторая и окончательная победа и передел мира — XIX век, и я настаиваю на дате 1860. Но пока я одна настаиваю на этой дате, я предполагаю, что именно после Крымской войны и окончательный засып, глина засып, произошел в 1860 году, и дальше были только локальные войны, уже подчиняли бунтующие отдельные территории. Это вот такие пожары, как Лос-Анджелес, Токио, в Америке, в России. Соответственно, надо отбросить всех татаро-монгол, татаро-монгольское нашествие, турок нашествие с их набегами и прочие набеги — все это ложь. Никто никуда не бегал. Города уничтожали планомерно и безжалостно. А потом остатки засыпали песком с глиной или просто глиной, а где-то с селевыми массами. Все эти процессы были управляемые и контролируемые разумом, не человеческим, но разумом. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Но достаточно предисловий, перехожу к моим поискам и находкам. Да, и в самом конце фильма будет еще одна находка, сюрприз или сенсация, как хотите. Итак, еще следы старого Волгодонского канала, начало которого положено, как говорят историки, Селимом Вторым, который был блондин, белый, не турок, у которого был визирь и по нашему министру иностранных дел Паша по фамилии Соколов и жена Роксолана. Это не имя, а название народа, которые, как считал Ломоносов, были такие же русы. Я об этом говорила в первой серии. То есть это все русские люди, которые жили в то время и строили канал. А может быть, он и был ими построен. Но спасибо и на этом историкам, что упомянули про то, что начало канала положил Селим Второй, и это XVI век. Сравнение карт 1886 года на предмет Волгодонского канала и советской карты Сталинского периода. Вот карта 1886 года. Вот канал Волгодон. Река Царица. Река Мечетка. То, что это канал, это здесь видно по определению. Вот канал на этой карте. И сейчас мы сравним с советской картой. Вот советская карта. Дело в том, что я хочу сказать, что именно этот фрагмент с картами я уже записывала в видео раза три или четыре и переписывала. Все никак не могла разобраться в этих картах. Вот у меня есть карта 1886 года. Вот у меня есть советский проект. И вот у меня есть карта Волгодон. То, что есть сейчас на карте Google. И здесь было не совпадение с этими картами. Но в конце концов я разобралась. И теперь я с полной твердой уверенностью могу сказать, что да, канал был. Он был. И советские строители использовали основное русло этого канала. Сделали свое русло, которое тоже было на проекте. Расширили, сделали водохранилище. Работа все равно проведена огромная. Но тем не менее канал все-таки был. И в какое время и когда он был точно, ну сейчас уже неизвестно. По крайней мере на карте 1886 года он похож как действующий. Вот он показан как действующий канал. Вот теперь давайте его найдем все-таки. Это старое русло. Его, этого канала найдем на карте Google. Для начала нам нужны ориентиры. Вот у нас река Отрадная. Вот проект Волгодон. То, что сейчас есть. Есть река Карповка. Между рекой Карповкой и рекой Царицей. И еще вот Калач. Я сейчас буду ориентироваться. На советском проекте реке здесь. Вот есть поселок Отрадный, но здесь не указана река. Река Карповка есть. Вот он Калач. То есть проект советский совпадает с проектом 1886 года. Вот так он идет. И дальше сюда. Еще раз. Да, вот так вот. И советский идет сюда, а на 1886 вот он сюда как-то шел. В Отрадный. Теперь осталось найти его на современной карте Google. Вот сейчас у нас Волгодон совпадает с этим проектом. Вот с этим совпадает. Вот он так идет, идет, идет. Идет, идет, идет. И вот Карповское водохранилище. То есть Карповка тут была. Вот она идет. И вот Калач. То есть здесь он совпадает. И дальше по проекту, вот по этому проекту, он движется сюда. Нам нужно вот это русло найти Отрадное. И я сначала никак не могла его найти. Все-таки я его нашла. Я его нашла. Вот она река Отрада. Соответственно, здесь и было русло первого вот этого канала. До Потопного. В котором шло ответвление, шел проект. Где-то вот здесь я уже не вижу его. Откуда он шел? К Волгодон. Ну, давайте вот посмотрим его. Вот так он идет. Шел здесь канал. Здесь мы видим тоже искусственный канал. Сейчас здесь уже идет улица. Но канал-то здесь был. Который соединяет одну реку и другую реку. Вот таким образом он, видимо, шел, этот тот канал. Вот русло проглядывается. Сейчас оно, наверное, уже пересохло. Здесь был старый канал. Здесь оно перепахано, насколько я понимаю. Каким-то образом он соединялся. Где-то здесь соединялся этот канал старый. Может быть, здесь. Вот трудно сказать. Я сейчас не могу. Возможно, вот. Вот. Вот след. Возможно, этот след. Как-то это все соединялось вот с этой рекой. Сейчас мы здесь увидим. Вот так вот оно соединялось. Вот здесь вот. Вот он просвечивается, этот канал. Мы его нашли. Осталось только местным жителям. Возможно, съездить в эти места. И поснимать, посмотреть, что там осталось. Что там есть. Может быть, с квадрокоптера поснимать. Может быть, вы стенки какие-то там увидите. Когда-то был здесь канал Шоу старый. Так что канал Волгодон был, существовал. И он прослеживается на современной карте. Еще в этом русле от реки Отрадная есть искусственные каналы. Вот они проходят. Да, вот он. Я так полагаю, что это и был старый канал. Я его показала. Сейчас мы его померим. Километр. Ну, прилично для канала. Понимаете, что это не река-то сделала. Так, хорошо. Вот так он шел. Здесь еще есть следы рукотворных работ. Тоже, скорее всего, это не советское время. Потому что его нет нигде на проектах. Вот еще фрагмент рукотворного канала. Померим его. Прям чуткие длины, посмотрю. 247 метров. Тоже, такие небольшие. Заболоченность такая. Но, тем не менее, прослеживается рукотворный канал. Вот такое подтверждение, доказательство того, что здесь была цивилизация. Ищу следы старых железных дорог и доказываю, что они были. Что сторожевая линия, так называемая царицинская сторожевая линия, это допотопные железные дороги. И газопровод, о чем я уже говорила в первой серии. Вот, полагаю, еще одна поддельная карта, которую могли состряпать где-нибудь в конце XIX века. Хотя она датируется 1733 по 1776 год. Карта «Земель Волжского казачьего войска». Копия с карты, составленная в 1753 году при обнижевании земель премьер-майором Никитой Нечаевым. Во-первых, здесь север-юг показан как современный. А на момент составления этой карты стрелка компаса должна была отклоняться влево где-то на 23 градуса. И посмотрим царицинскую линию, так называемую. Сейчас я увеличу. Вот она идет от крепости, царицинской крепости. Царицинская линия. Здесь мы видим несколько звездочек, крепостей. Вот она отсюда начинается. Хочу обратить ваше внимание на крепость Мечетная. Она стоит прямо на линии. А на самом деле она стоит, находится вот здесь. Но я полагаю, что эта крепость Мечетная, она должна располагаться на реке Мечетная, выше, вдоль Волги. Но не на самой царицинской линии. Крепость Грачевская, да. Здесь еще проходит городище. Крепость Сокорская. Крепость Донская. И станция Качалинская. Вот тоже не совсем так, потому что она именно упирается в станцию Качалинская. Вот эта линия. А здесь она вот где находится. В Википедии есть такой план царицинской линии. В 1724 году. Давайте посмотрим. Сначала непонятно. Вот она, Волга. Направление идет к Каспийскому морю. Вот он, Дон. И вот она, вот эта линия. Она практически ровная. И казалось бы, если бы это был север-юг, то да, она перекрывает с юга, в общем-то, от набегов. Можно было бы так сказать. Но теперь посмотрим направление. Вот север, вот юг. Карта нам показывает со стороны севера. Сегодня карты, все, все карты мы смотрим со стороны юга. То есть нам надо перевернуть. И получается, что направление этой линии на северо-запад, как сегодня. Я считаю, что эта карта почищена, поддельная. Она взята, возможно, с настоящей карты. Но направление сделано под современное. Оно должно быть немножечко другим. То есть повернулось, ось повернулась. Итак, вот он, Волгоград. Ориентир у нас река Царица. И где-то вот здесь вот была эта крепость. Вот в этом месте где-то находилась. Как раз администрация. Администрация не любит эти места. И отсюда по маршалу Жукова, по проспекту маршала Жукова, там, где сейчас ходят трамваи. Только что мы посмотрели. И вот таким образом шла вот эта заградительная линия. Вы видите, она идет строго на северо-запад. То есть почти на север. Там вот небольшой. А вообще она расположена, ось как раз. Вот она идет по оси, в общем-то. Направление, которое было до сдвига этой оси. Где-то вот до конца XVIII века. Предположительно, что катастрофа, когда ось была сдвинута, она где-то была в конце XVIII века. Но никак она не пересекает юг. Вот что. Она его не перерезает. То есть набеги можно спокойненько делать. И никому они не мешают. Получается, если у нас там север где-то, и Петр Первый сидит в Петербурге, а кочевники идут с юга или даже с востока, я не знаю, как они с востока, но это между Доном и Волгой. Тогда смысл. Она ничего не перекрывает. Она просто рассекает Дон и Волгу. Она идет где-то посередине. Почему нельзя это сопоставить тем же самым историкам и просто усомниться в том, что написано? А так ли это? Почему-то никто не смотрит на расположение этой линии, просто смотрит на карты и все. То есть это не заградительная линия. Это линия, скорее всего, которая соединяет населенные пункты. Я сейчас это буду доказывать. Вот она реально соединяет. От реки Царица идет до здесь написано остров Качалинский. Река Мечетная, а может быть Мечетная, но пишется как Мечетная обозначается. Я не знаю, как правильно называть. Есть станция современная в Волгограде Мечетная. Мечетная или Мечетная? Ну, на картах ее называют все-таки станцией Мечетка. Мечетная. Можно было бы сказать, допустим, от Мечетная, как от Мечеть, но Мечет это уже Чет, это уже какое-то другое обозначение. Я пока не хочу сейчас на этом застревать, потому что мне надо другое показать. Так, вот она, вот она Голобушка, Мечетка. Станция Мечетка, и вот у нас центр. Здесь получается у нас река Мечетка, выше устья реки, между Волгой и Мечеткой. А вот здесь у нас, вот у нас аж где река Царица. И получается, что вот здесь вот у нас центральная первая крепость царицинской сторожевой линии, а здесь у нас получается другая крепость. И вот как этой же сторожевой линии. Каким образом они тут совпадают? Если линия идет вот туда, а Мечетка она стоит вдоль Волги, и вот здесь идет как раз дорога, и возможно, и может быть у них там метро идет, я не знаю, вот, да, поезд, то вероятнее всего, я так предполагаю, что здесь и была эта линия. Она и соединяла вот эти районы. По официальной версии, по всем официальным версиям, крепость Мечетная, она стоит на сторожевой царицинской линии. Хотя ее называют, что построил Петр Первый, но вот еще вал царицинской сторожевой линии считается вал Анны Иоанновны. 18 века для безопасности, все так же для безопасности, но вот Анны Иоанновны. При Петре было только начато. Мечетная, Грачевская, а изначально каменная крепость Царицын, 4 деревянно-земляные крепости, Мечетная, Грачевская, теперь Хутор, Грачи, Осокурская и Донская, 23 земляных рядана с караульным сооружением, огороженным чистоколом, длина линий 54 километра. Мы еще вернемся к этому сайту. Одна шла туда, мы ее сейчас посмотрим, а другая шла вдоль реки, соединяла районы, и была такая же насыпь, и так же ходили поезда. Вот и все. Вот сейчас это как бы глядишь на карту, и все сходится, потому что она никак не может оказаться на этой сторожевой линии, потому что линия вот куда идет. Но никак. По всей видимости, была еще одна линия, которая соединяла Царицынскую крепость с Мечетной, потому что здесь тоже была крепость. Это моя версия. И тогда тем более она никаким образом никого не защищает и не заграждает. Просто это транспортные пути. Плюс трубопровод, то есть газ вели. Газ подавали в жилые кварталы. Еще раз говорю, считаю, что эту карту тоже почистили, но взяли из какой-то основной карты. В самом Царицынском комплексе, ну, прямо на земле, стоят вот такие каменные плакаты. Здесь написано, что представляла собой ров и вал высотой до 10 метров. Уже здесь вот пишут протяженность более 60 километров, имела пять опорных пунктов. Крепость Царицынская основана в 1589-м. Крепость Цимичетная, Грачевская. То есть, как бы Царицынская первая была. Значит, изначально Царицын, вот уже здесь другая дата дается и другая цифра. Не 54 километра, а уже 60 километров. Уже разница в информации. Итак, я не нашла ни одной достоверной информации о том, что на вот этой линии, Царицынской линии, вот как она идет, исторический вал, проходит мимо городище, она там вот пересекает, потом опять она в нее уходит, весь трасса идет. Я не нашла. Точных положений, значит, нету, но официальная история располагает эту крепость Мечетную где-то в районе вот этого городища. Это где-то 9 километров от первой крепости. Городище – это тоже очень странное название. И, видимо, там тоже надо копать историю этого городища, потому что у каждого города есть название. Это говорят о том, что это городище, ну, чье-то это городище. Как это без названия? Как просто городище? Все равно, что сказать, вот просто огород. Сразу возникает вопрос, чей огород или там просто деревня. Что значит на деревню дедушки? На деревню дедушки, вот дедушки письмо, адрес городище. Это не название. То есть здесь что-то сокрыто, какая-то история. Естественно, что официальная версия, она просто смешная. И не хочу сейчас тратить время на это, потому что это отдельно. Вообще здесь надо по каждому населенному пункту отдельно надо разбираться, потому что везде придуманная какая-то глупая совершенно история происхождения этого места. И вот эта станция, не станция, вернее, а крепость Мечетная, ее расположили как бы вот здесь вот. Здесь река Мечетная, мокрую Мечетку, вот куда-то они ее сюда поместили. Но 100% точно, достоверно, нет ни одного свидетельства. Они просто так сказали, что она должна быть где-то здесь. Вот шла вот так вот линия, и где-то должна быть вот она здесь. Ее пишут, что она находится на этой линии, но я полагаю, что поскольку это были не только трубопроводы, но еще и железные дороги, она находилась здесь. То есть здесь была железная дорога, и здесь была железная дорога, и газотрубопровод. Почему была железная дорога? Потому что вот сейчас возвращаюсь я к сайту, который описывает царицинскую линию, состояла из сухого рва шириной до 8 метров и вала высотой 2,6 и 4,6 метров. А вот эти цифры, они поразительным образом совпадают с размерами железнодорожного полотна на две колеи. И, так сказать, чтобы не быть голословной, я, естественно, все это проверила. И в Википедии я посмотрела, и не только в Википедии, и альбом чертежей верхнего строения железнодорожного пути. И вот он у нас получается здесь с запасными рельсами 4 и 100. Это вот одна колея. И укладывается это все 8 метров. И высоту укладывается. В этом альбоме все написано. Покрытие, размеры. Итак, мое предположение, что царицинская линия – это и газотрубопровод, сланцевого газа, который добывали как раз в звездах крепостях, о чем доказал блестяще Александр Домбровский. Плюс это железнодорожные ветки, которые соединяли населенные пункты. И в том числе станция Мечетная. Она так и была на месте станции Мечетной. Не была она на той самой царицинской линии, а была она там, где и находится сейчас. Сейчас еще одна карта Сталинградская. Ну, наверное, до 50-х годов. И вот крепость Царицинская, река Волга. И мы видим железнодорожную ветку, которая идет до станции Качалинская. Она идет строго по Царицинской вот этой сторожевой линии так называемой. Сейчас мы поближе посмотрим. И поезда, получается, ходили по всей насыпи. Это вот четко повторяет Царицинскую крепость. И далее, вот здесь вот она должна упираться, станция Качалинская. А здесь станция Мечетная. А должна она находиться где-то вот здесь, вот эта станция Мечетная. На самом деле она находится здесь. Да, это логично, это станция. Потому что здесь также проходит железнодорожная ветка до станции Мечетная. То есть вот эту линию, вот эти валы используют по назначению как железнодорожную ветку, что и было до катастрофы, что было сокрыто, якобы это вот только сейчас. Здесь есть еще один вопрос, который надо будет разбирать. Потому что вот на этой карте, по всей видимости, Астраханская губерния, значит, она до 1920 года, и на ней вот эта самая железнодорожная ветка показана, та, что и на Сталинградской карте. И рядом, правее, показан еще древний вал, который идет параллельно этой железнодорожной ветке. Возможно, это и была старая допотопная железная дорога. Одной из крепостей Царицынской строжевой линии является крепость Грачевская. Она где-то здесь расположена, я потом ее покажу. Вот таким образом идет линия улицы Мира. И меня заинтересовал вот этот поселок областной сельскохозяйственной опытной станции. А почему он меня заинтересовал? Потому что перед этим я изучала вот эти каналы, которые идут, казалось бы, вот от этой станции. Посмотрите, размер этих каналов, длину, так сказать, работы. О, о. И вот так вот они идут, эти каналы. Так, возвращаемся. В другую сторону они идут, эти каналы. Областной сельскохозяйственной опытной станции. То есть, казалось бы, вот он, Советский Союз, и в советское время это все создавалось. Меня удивило то, что линия Царицынская очень удачным образом. Посмотрите, она проходит прям краем этого поселка. Вот каким образом она идет. Очень удобно. Я думаю, что это не было случайным совпадением. Стала искать информацию по этому поселку, и, к сожалению, практически ее нет. Есть информация вот об этих Кузьмичах. Тоже в какой-то странной легенде. Какой-то Кузьмич в 1886 году, когда ему стало тяжело заниматься торговлей, а жил он на другом берегу Волги, то есть там. Он сюда каким-то образом приехал, сам захватил земли, земли казаков пустующие. Потом пригласил сюда еще жителей. Вот представляете, вот каким-то образом он сюда попал, узнал, отстроился, крепкое хозяйство завел. И таким образом от его имени как бы пошло название вот этого поселка Кузьмичи. В Википедии есть информация о нем. То есть вот он, история с 1900 года. Истории очень мало. Вот эта история про этого Кузьму. И что интересно, доказательств в печатных архивах о существовании Кузьмичей ранее 1910 года найти не удалось. Первая запись о поселении есть лишь в издании Трехтомника «История Волжского казачества». Издание 1910 года. Именно поэтому 1910 год было решено считать годом основания поселка. Тогда сразу возникает вопрос. А вот эту вот легенду, это вот когда сочинили? Если никаких записей, никаких известий, ничего нету, только вот с 1910-го первая запись, значит вообще уже никто ничего не помнит, ничего не знает, потом еще у нас война прошлась по этому месту, то откуда вот эта легенда? Это уже придумано. Уже придумано для того, чтобы вот как-то объяснить. Я не знаю, что там происходит, какие там здания. Это надо местных спрашивать, исследовать эти Кузьмичи на предмет, есть ли там засыпанные старые каменные красно-кирпичные здания. То есть если они там есть, то значит история этого поселка несколько иная. Но я не могу найти историю этой опытной станции. Вот ищем поселок областной сельскохозяйственной станции. Она начинается вот с 1924 года, получается так. И все, часовой пояс, ничего больше о работе этой станции пока неизвестно. Сказано, что вдоль северо-восточной границы поселка проходит городищенский магистральный канал, но отсутствует информация по нему. Вот что за канал? Представляете, вот есть канал, но никакой информации нет. И ни слова не сказано о том, что по другой границе проходит царицинская заградительная линия. Вопрос. Кто построил каналы и когда? То, что каналы рабочие. Вот в эту сторону он идет. Посмотрите, длина канала. Это огромная работа. И тишина. Вот они, эти каналы. От реки. Вопрос на засыпку местным историкам. Кто построил каналы? Нужны документы. Ведь кто-то его строил. Если это было в советское время построено, значит, какие-то где-то документы должны быть. Если они не сохранились на месте во время войны, не успели вывести архивы или еще каким-то образом, значит, все равно упоминание об этих каналах должно быть в научных каких-то трудах. Они где-то в Москве должны быть. В архивах все равно упоминание должно быть об этой работе. Это не может быть просто так. Либо все-таки они были ранее, эти каналы. Вот он какой. И он здесь не один, насколько я понимаю. В этой Волгоградской области очень много каналов. Ну и в завершение этого фильма надо посмотреть, пройтись по полной этой царицинской линии и посмотреть, куда она нас все-таки приведет. И вот из центрального района, она где-то здесь была, идет она прям прямиком по исторической улице, по маршалу Жукова, историческая улица, где-то она тут рядом проходит. Оно проходит городище. Кстати, здесь на северной части этого городища интересный тоже объект, похожий на вал. Я пока не знаю, что это такое, но он входит. Потом... Нет, он здесь упирается. Идем вверх-вверх-вверх-вверх-вверх по дороге. Проходит он Грачи, этот вал. Грачевская крепость здесь была. Насколько я полагаю, вот это вот ее остатки, то, что осталось, все остальное перекопано, уничтожено. Вот вал, и вот она, остатки крепости Грачевской. Вот он, этот вал. Здесь он уже более четко виден. Ну, не вал, здесь трубопровод, допустим. И насыпь, где могла бы идти железная дорога. Потому что все это идеально ровно идет. Вот идеально, просто идеально. Как будто по линейке рисовали. Вот мы идем вверх по нему. Идем-идем. Идем-идем. Вот поля у нас тут какие-то пересекают, и вон, тем не менее. Вот он идет дальше. Дороги, поля. Здесь очень хорошо виден этот вал, который мог быть железной дорогой. А почему бы и нет? Видите, какой он идеально ровный. Так, здесь вот обозначение, что это царицинская сторожевая линия. Мы пойдем дальше по ней. Вот по этой царицинской. Вот ее только где обозначили. А мы пойдем дальше. Она у нас должна в калач там куда-то упереться. И вот идем мы по ней дальше, по этой линии. Видите, она идеальная, как будто прочерченная по линейке. Идем. Пересекает она сквозь поля. Перепаханная идет дальше, идет дальше. И вот куда она упирается. Качалинская. Вот теперь смотрим, куда же она у нас ушла. Вот здесь она у нас как бы теряется. Вот, вот здесь вот теряется в этом Качалинском. Здесь станция Качалинская и есть. Или была станция Качалинская. Еще тут мне подсказал один человек, что она проходит дальше, эта линия, и как бы упирается в капище. Но есть такой момент, что вот здесь вот она теряется. Ну, это одна и та же, одна и та же линия. Вот она. Я не говорю, что там проходит вал. Просто линия идет, продолжение этого вала. А теперь я вам хочу показать другое. Теперь давайте внимательно рассмотрим вот этот объект. Что-то он мне показался подозрительным и странным, когда я отслеживала эту Царицынскую линию. Что же я здесь увидела? Увидела я здесь погребенный город. Кварталы. Вот они. Часть полей. Поле распахало это все. Вот они. Давайте их поближе еще посмотрим. Обычные, обычные кварталы. Расстояния, обычные. Вот это вот. Возможно, я ошибаюсь. И это что-то другое. Но вот эти разрезы, так называемые, очень похожие сверху на планировку огородов, кварталов, жилого, чего-то жилого, рукотворного, возможного города когда-то. Ну, вот так мне сверху это напоминает. Леновка. Вот они шли. Сверху же сейчас дорога проложена. Видите? А под землей есть такие, это померяем, 35 метров. Ну, в общем-то, дворы такие. Опять проходит дорога сквозь линия. Полагаю, что здесь, да, мы видим столбы линии электропередач. Ну, вот это что такое? Что это за следы? Такое ощущение, что здесь городище какое-то есть. Стертая с лица земли. Следы жизнедеятельности, они видны. Что сейчас конкретно вот с этой карты сказать сложно. Мы видим, что старые русла рек, которые пересекают какие-то вот дороги или тоже валы. И трудно сказать, что это. Это, возможно, прежняя какая-то инфраструктура. Вот она довольно ровная такая идет. Это же не просто так. Вот эти все вещи, это не просто так. Это следы какой-то инфраструктуры, созданной руками человека. Это все вот следы, это все археологические вещи. Вот они. Вот они. Видите деление? Этот вал так продвигается. Тут живут дороги, уже современные дороги. А этот вал, вот он, в принципе, движется к городу. А вот она дорога. А вот какой-то просвечивает другая дорога или какое-то направление. А это вот современная, видим. Вот еще тоже какой-то остаток. Возможно, здесь есть и каменное основание. Не просто так сохранилось. Вот я считаю, что здесь, рядом с этими оврагами, может быть, это были русла рек. Что это произошло? Хотя некоторые овраги, они пересекают эти как бы кварталы. Я считаю, что здесь вот гребен какой-то город. Населенный пункт. Так еще вот здесь давайте посмотрим. Вот тоже какая-то странная линия идет. Просто-просто прямая линия к реке. Быстрый проток. Сейчас мы ее поближе посмотрим, что это такое. Пересекает поле. Тоже идеально ровное. Вот они, современные дороги, как бы, да, вот просвечиваются. Это сквозь эти современные дороги идет, опять-таки, идеальная прямая линия. Потом она заворачивает. Также она куда-то сюда идет. И современные дороги тоже сюда ведут. Здесь вот. Ну, это все надо исследовать на местах. Что это такое. В общем-то, на сегодня пока все. Хотя по Сталинграду, я так понимаю, только-только набирает информационный поток. Так, это вот мы на скидку, на скидку я вам показала в трех сериях. Следующие надо будет обязательно сделать уже по комментариям. Я это сделаю. То, что прислали жители, свидетели, у которых есть информация. Я считаю, что это надо обязательно показывать. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам было интересно, познавательно. Вы узнали много нового. Тут действительно, я считаю, что я сказала много нового. Возможно, что параллельно исследователи пришли к такому же выводу. Это будет говорить. Вот, кстати, еще, пожалуйста. Еще просветился рукотворный. И вот он. Вот так вот. Рукотворные какие-то вещи. Есть там что или нет, трудно сказать. Но это просветилось. Деревья, они тоже не просто так растут идеально, по идеальным линиям. Они растут на каких-то фундаментах или каменные фундаменты, их отсекают. Итак, всех вам благ. С вами была Галина Конышева. С исследованиями по Сталинграду, засечной черте Волгодонскому каналу и каналам другим. Всех вам благ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok